Нужно понять, что это за число, что оно значит. Для этого давайте обсудим, что такое площадь под графиком. Вот мы нарисуем функцию. Скажем, какую-то функцию х, вот у. Вот я нарисовал какую-то функцию. Где на этой картинке площадь под графиком? Вот если я все смотрю, скажем, на отрезок кровати до единицы. Где здесь площадь под графиком? Ну, казалось бы, что? Вот она, площадь под графиком. Правда? Хорошо. Вот у меня была функция кровати под графиком. И мы все визуально даже, может быть, точно не знаем, что такое площадь под графиком. Ее видим. Вот нарисовали функцию и посчитали. Хорошо. А если я нарисую вот такую функцию, то что у нее будет площадь под графиком? Ну, она будет состоять из двух кусочков. Правда? Вот из этого кусочка и вот этого кусочка. И вот мы с вами договоримся, что когда мы говорим про площадь под графиком, мы кусочек, который на положительной части берем с плюсом. А эти берем всегда что? С минусом. Понятно? Например, если у меня функция, вот как здесь устроена, когда этот колокольчик, правильно, вот этот колокольчик. Почему будет равна площадь под графиком? Нулю. Нулю. Понятно, да? То есть это просто наша договоренность. Теперь возникает такой вопрос. Вот у меня две функции. Здесь грамот f , y равно g . И я умею вычислять площадь под графиком этой функции, это s , и умею вычислять площадь под графиком этой функции, это s , и умею вычислять. Как мне вычислить площадь под графиком вот такой функции? f плюс ш . Есть какие-то мысли? Как посчитать площадь под графиком суммы? Я по каждой из них умею считать площадь? Сумка что? А? Сумма площадей. Сумма площадей, точно. Давайте попробуем в этом как убедиться. Конечно, у нас с вами строгого основания не будет, поскольку у нас вообще нет понятия площади. Мы его, как себе представляем интуитивно, видим картинку, закрасим вот эту площадь. Поэтому мы не будем вдаваться на какие-то супер детали. Но давайте попробуем осознать, что это действительно так, что площадь суммы – это сумма площадей. для функций, для площади под графиком функций. Вот как будет понять? Давайте сначала начнем смотреть на функции, которые очень просты. Константы. Вот для константа это так. Вот я взял одну константу. Это функция R. Взял другую константу. Давайте мы нарисуем на отдельную. Какую-нибудь вот такую константу. Это функция G. Что будет, если я их сложу? Как мы складываем функции? В каждой точке складываем. Я им точку X и складываем. Получается, что я вот этот прямой угольничек просто что сделаю? Поставлю сверху на прямой угольничке R. Правда? То есть вот у меня на отрезке был график S G, а вот был график, площадь под графиком R. И теперь, когда я сложил функцию F G, то я просто взял вот такую, поставил вот такую кирпичку. Спрашивает, что случилось в точке? Они сложились. Теперь вы скажете, ну это как-то констант легко, а вот пойди там функцию какую-нибудь кривую и так сделай. Но мы понимаем, что кривых-то функций нет на самом деле. А вот если вы возьмете компьютер и попросите там в каком-нибудь пейнте нарисовать что-нибудь кривое, то оно, конечно, выглядит кривое, но издалека. А если подойти близко, то оно выглядит все вот примерно вот таким вот способом. вот там все квадротик, то любая функция выглядит вот так. Да? То есть набор ступенек. Более того, можно одинаково пошинковать и считать, что вот обе функции на одинаковых отрезочках вот такими ступенями. Заду. То есть вот если так мелко-мелко сделать, то издалека вы будете видеть вот такую функцию. А реально она что? Почти вот таким маленьким уступом. Вот так же как горло. Вдалека смотришь, такие белые, гладкие, спокойные. Вот как рыжа подошел, там скала на столе, снежники на снежнике. Вот. Но вот теперь, когда мы складываем будем эти функции, мы начнем их складывать. Вот как мы при констант складываем, правда? На каждом этом отрезочке мы просто сверху прорисуем отрезочек соответствующей функции шея. Правда? И получится, что я площадь что? Просто сложу две площади. Если какая-то функция была отрицательной где-то, я начну что делать? Вычитать. Значит, получается, что вот глядя на вот такие ступенчатые конструкции, весьма убедительно, что площадь суммы, площадь под графиком суммы функции, это сумма площадей. И вот этим мы будем сейчас пользоваться. И смотрите как. Значит, вот давайте мы сначала осознаем, какова площадь под графиком на отрезке от 0 до 1. Вот такой функции. Космус 2πmx. Где m – это целое число. Ну, не агрую. То есть m, не агрую, не целое. Отлично. Ну, даже натуральный. Натуральный, ну, когда автоматически не будет. Возьмем вот такая функция. Какая у меня площадь под графиком? Ну, для этого надо что, график нарисовать? Сможем ли мы нарисовать график? Космус 2πmx? Или нет? Вот график космуса 2πmx. Сможем ли мы нарисовать? А вообще график космуса сможем ли мы нарисовать? Есть у нас какие-то соображения, как на отрезке от 0 до 1. Ну, как нам учат строить врань? Учат еще кроме строить врань? Показывали картинку, говорят, смотри, косинь, как маленькие ребята учат, смотри, стол, стол. Там на Иванове плакат настаёт, смотри, косинь, видел, забыл. По точку на этой школе, правда? Учат по точкам строить графику. Вот дайте, чему равно значение 0? Чему равно значение косинь в 0? Единица. Единица. Видите, как стало? Так, а чему равно значение единицы косинуса 2px? Чему равно значение косинуса 2p? 2p? Единица. Единица. Так, слушайте, что-то я призываю, что мы тут с косинуса синусами сейчас разращиваться. Давайте я тогда нахожусь. Вот, есть окружность единичная, да? Значит, вот мы взяли здесь дугу, длины x, правильно? И смотрим. И смотрим. И смотрим угол x, да? Нажим угол. И смотрим сюда, правильно? Сюда, правильно? Сюда, это синус. То есть синус и косинус x, это просто координаты, соответствующие точки на окружности h. Был бы такой выбор? Ну, не так. Вот. Мы теперь смотрим. Значит, вот что значит, что мы взяли x равно 2p? Значит, мы здесь. Какое значение мы пользуемся здесь? Какая у него координата поясница? 1p. Так. Теперь, что значит, что я взял x равно 2p? Это что я сделаю? Отложил. Слак. Слак. И что получим из этого? То же самое. 5p1. Может, это константа? Вы знаете, что дальше происходит? Есть значение x так как 2p. Вот мы x. Сначала было 1p. Потом x поет. Что с координатой по x? Последите по координатам по x. Что делаете? xe. Вот что происходит с ним? К чему с ним происходит? Куда двигается координат? К нулю. Да я вам руки показываю. Под точку поехал, я ее координаты поцикрую. Вот. Куда двигается x-овая координата? К чему? К нулю. Ноль. Правильно? В какой момент 0 получается? Когда мы какой угол отложили? Нинос градуса. Ну то есть pi пополаму. Правильно? Когда я допожу до pi пополам, у меня значения косинус уменьшаются. Вот я прошу pi пополаму. Дальше что происходит? Здесь стоит ноль. Потом она стала даже на удивление какой-нибудь? Отрицательной. И здесь дошла до чего? Минус одного, правильно? Когда я отношусь, что? Пи есть. Но пи – это то же самое, что я дошел до одной второй, до середины. Вот, я спустился в минус один. Дальше что будет происходить? Дальше точка поехала. Вот точка едет, вот мы оттуда едем. Вот у нее что происходит? Цифры начинают что? Расти? Обратно, правильно? Видно? Гернат идет сюда положительную часть. Пока она не пройдет в тыкву полон, да? И не дойдет что-нибудь. До, опять чего, единицы. Когда мы закатим весь. Значит, получается, что у меня график выглядит вот там. Вот. Давайте посчитаем площадь под графиком. Видно вот из того, что рисовываешь, что этот кусочек, он такой же как и. А вдвоем они составляют вместе вот это. Значит, какой граф хочет подрать? Ноль. Теперь, что поменяется в картинке, если я буду рассматривать не кое-суус 2px, а кое-суус 2mx. Он просто будет больше винтов совершить. Правда? За то, как я буду менять x от нуля до единицы, этот 2px, он успеет несколько раз не повернуться. Правильно? По обхожности. Значит, площадь просто будет более негряк. Будет ассоциировано. Но при этом то, что площадь под графиком 0, оно сохранится. Сколько будет сверху кусочков, столько и снизу. Значит, смотрите, как я буду использовать. Мы смотрим вот на такое выражение. А 0 плюс сумму АК. 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 ВК. Косинус 2p. Кат. 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 И что мы с вами видим? Что для вот каждой этой функции ее площадь под графиком что? 0. Так? А площадь у суммы функции будет тоже какая-то. 0. Значит, получается, что вот у этой функции площадь под графиком 0.